Всем привет ребят! Это видео будет опять же необычного формата, я поотвечаю на вопросики, которые мне обычно задают, да и вообще под видео, которые мне пишут комментарии и также на прямых трансляциях, на стримах, не задают вопросики по Xbox Series S. Я решил сразу на многие из этих вопросов, более-менее такие знаете популярные вопросы, я отвечу сразу же. Это будет первая часть ответов на вопросы по Xbox Series S. Я думаю, что после этого видео и по данным видео опять же будут также вопросы, ну и мы соберем побольше вопросов и я буду опять же отвечать. Вообще посмотрим, зайдет такой формат видео или же нет. Ну и первый часто задаваемый вопрос и самый на данный момент актуальный, где я покупаю игры и где лучше всего покупать игры. Ну и конечно же самое главное по низкой цене. Рекомендую обратить внимание на группу ВКонтакте Коробка Store. У них самые низкие цены, да и к тому же сейчас у них проходит распродажа, где большое количество игр продается и по приемлемой более чем цене. Отвечают они очень быстро, все ссылочки будут в описании. И еще один интересный вопрос, как раз таки касаемо игр, если ты купил игру и как ее теперь активировать. Скачиваешь VPN, заходишь на сайт xbox.com, заходишь в раздел игры и использовать код и там его активируешь. Ничего сложного нет. Следующий вопрос касаемо самой Xbox Series S. Греется ли она у меня или же нет? Нет, за протяжение вот как раз таки полтора года я пользуюсь Xbox Series S. Да, она греется, но только вот в этом черном кругу. Там есть радиатор и как раз таки в этом радиаторе, на этом радиаторе установлен вентилятор, который это все выдувает. Там 120 мм, если я правильно помню, вентилятор, который это все выдувает и поэтому там как раз таки консоль и горячая. Поэтому нет смысла паниковать или остерегаться. Это нормально. Следующий вопрос также касаемо Xbox Series S. А стоит ли сейчас покупать Xbox Series S за 30 тысяч, за 35, за 40, за 45? Я скажу вам одно. Покупать консоль стоит только в том случае и именно за ту сумму, которую я вам скажу, это 1030-35 максимум. Дороже эта консоль своих денег, если честно, не стоит. Поэтому не стоит ее покупать дороже 35 тысяч рублей. Опять же, если у вас нет другой возможности и нет дешевле консоли именно Xbox Series S, дешевле там 40-45 тысяч рублей, у тебя есть эти деньги и тебе не жалко их потратить, конечно, можно купить, но опять же я не советую. От этого же вопроса вытекает следующий вопрос, который также часто задают. За сколько я покупал Xbox Series S? Я его покупал за 27 тысяч рублей. 27 тысяч рублей плюс 2 тысячи, это ушло как раз таки на аккумулятор. Фирменный от Microsoft для геймпада. И еще, опять же, касаемо как раз таки покупки, продажи и вообще консоли Xbox Series S, самый такой тоже распространенный на данный момент, да и все время, в принципе, этот вопрос мне задавали. Насколько хватит Xbox Series S? Будет ли актуален он в 2024-2025 году? Сколько будут игры на него выходить? И опять же, стоит его покупать в 2020 каком-то году, зимой, осенью? Стоит, ребят, поверьте, стоит. Поддержка данной консоли Xbox Series S будет лет 6-7, это минимум, поверьте мне. Та же самая предыдущая консоль Xbox One S 7 лет как раз таки поддерживалась. И еще один немаловажный вопрос и также часто задаваемый, как вывести звук в наушники на Xbox Series S? Смотрите, Bluetooth наушники не поддерживаются, к сожалению, на Xbox. Будь то Xbox Series S, One S, One X, Xbox Series X или просто-напросто Xbox One, они не поддерживаются. Но можно их подключить двумя способами. Bluetooth наушники. Это переходник специально на Алиэкспресс продается, я буду об этом обязательно видео делать, как получится у меня его заказать. И второй способ это подключить через телефон. Подключаете через телефон удаленный доступ как раз таки воспроизведения и у вас будет звук идти. Конечно, немножечко задержкой, но он будет. А что касаемо обычных проводных наушников, их можно спокойно вставить как раз таки в геймпад Xbox Series S, Series X. Как раз таки, раз затронул я X, потому что там такой же геймпад. Вы вставляете как раз таки в этот геймпад свою гарнитуру, либо свои наушники в разъем 3.5 джек и у вас звук выводится. Также вы можете подключить сюда же колонки. Также часто задавали вопросы по поводу внешнего жесткого диска. Как его подключить, как он работает, какой объем выбрать и какого производителя. Вот тут уже простор выбора. Смотрите, вы можете взять вообще любой внешний жесткий диск. Только одно но, чтобы он был USB 3.0. Потому что это очень сильно зависит, чтобы у вас была быстрая скорость передачи файлов. Можно взять любой, даже какой-нибудь китайский, но я бы посоветовал. Либо WD взять, Western Digital, либо же взять Siagi. У них достаточно хорошая скорость, да, и производители этих жестких дисков качественно делают свои товары. Пока уже затронули как раз таки тему жесткого диска, сразу же еще хочу ответить на один вопрос. А можно ли играть с внешнего жесткого диска в оптимизированной игре? Смотрите, есть пару проектов, там может быть даже десяток проектов всего лишь, которые можно играть. Тот же самый CFC в него можно играть с внешнего жесткого диска. Опять же, это только пару проектов. В основном, с внешнего жесткого диска играть в оптимизированные игры на Xbox Series S, да и также Series X нельзя. Хранить ты их там можешь, то есть скачать и там хранить. Потом переносишь на внутреннюю SSD память и уже с нее играешь. Ну и последний вопрос, который часто всего задают, это брать ли мне Xbox Series S, если у меня есть 4K телевизор, либо же 4K монитор. Да, конечно же покупать, у меня даже по поводу этого есть видео на канале, два разных видео на 4K телевизоре Sony и на 4K телевизоре Xiaomi. Xiaomi, как вы понимаете, более бюджетный, а Sony из более такого дорогого сегмента. Картинка на обоих телевизорах мне более чем понравилась. Да, есть моменты, знаете, если там, к примеру, игра в 900p работает и на 4K телевизоре даже будет, ну не сказать, чтобы хорошо смотреться, но более чем играбельно. На 2-3 метра будете сидеть и все равно красивая будет картинка. Да и к тому же, кто бы что не говорил, но Series S поддерживает 4K. Есть такие игры, прям которые оптимизированы под Xbox Series S и которые прям на постоянке могут выдавать 4K. И также касаемо Full HD. Консоль больше для Full HD, конечно же, нежели для 4K, но и также она и для 2K разрешения. Как раз таки у меня монитор 2K, также есть видео на канале, кому интересно, можете посмотреть. Более чем доволен, хорошая картинка, сочная, 144 герк, с тому же поддерживает консоль Xbox Series S и поэтому в некоторых играх можно в 120 кадров в секунду играть. Что касаемо вопросов, в этом видео я на них закончил. Опять же, вы можете написать свои вопросы, которые вас интересуют. Я обязательно в таком же видео в следующем отвечу. Это была первая часть, как я этого говорил, ну будет вторая, третья, ну в общем на ваши вопросы я обязательно поотвечаю. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на мой канал, оставить свой лайк, ну и конечно же написать комментарий вообще. Как тебе Xbox Series S? Играешь ли ты на ней? Может быть у тебя Series X или One X или One S? Также ты можешь подписаться на мою группу ВКонтакте, присоединиться к Discord, подписаться на мой Instagram, ну и конечно же вступить в группу в Telegram. Все ссылочки, ребятки, будут в описании. До скорой встречи, пока и уже совсем скоро увидимся.